Всем здравствуйте! Если говорить про нежелательные лечения, то надо понять, что разработка новых противоопухолевых методов лечения за последние два десятилетия в разы улучшила выживаемость пациентов по сравнению с традиционной химиотерапией. Но, однако, многие из этих же препаратов были связаны со значительными осложнениями со стороны почек, начиная от незначительных электролитных нарушений, заканчивая острым повреждением почек, вплоть до того, что требуется диализ. В этом докладе я попытаюсь посвятить нефротоксичности препаратами при применении нескольких классов молекулярно-целевых и биологических агентов, ну и каким-то профилоксическим мероприятиям. Для блокировки путей фактора роста эндотелия сосудов, VEGF, были использованы два различных подхода. То есть это были ингибиторы леганда VEGF, это препараты, например, это такое распространение BVC-Zumab, они связываются и ингибируются, связанные леганда с рецептором. И ингибиторы низкомолекулярной тератинокиназы, ну вот, например, сунитенипс, рафинипп, позапониб, которые блокируют внутриклеточный домен VEGF. Классовым эффектом всех ингибиторов VEGF является протеинурия, то есть, например, BVC-Zumab, ну, в самом распространении, все они вызывают изолированную протеинурию. Что это такое? Это когда появляется белок в моче, ну и больше пациентов ничего не наблюдается, то есть ни отеков, ни повышения артериального давления, никаких внепочечных проявлений. И иногда вот вызывается нефротический синдром. Критериями нефротического синдрома, да, если говорить про это, это потери белка за сутки больше, чем 3,5 грамма на стандартную поверхность тела, то есть на 1,73 квадратных метра. Снижение альбумина крови менее 30 грамм на литр, снижение общего белка крови менее 60 грамм на литр и нарастание уровня холестерина крови. Надо понимать, что точный механизм, который лежит в основе протеинурии, неизвестен на данный момент. И все сообщения, а их очень мало, там единичные какие-то исследования проводились в плане выполнения биопсии почек у пациентов с протеинурией. Это какие-то единичные исследования, и во всех, практически все были, вот во всех исследованиях, связанных с биопсиями, в основном спрятался препарат бивоцизумаб. И, следовательно, на следствии, что он чаще всего исследовался, на его при применении этого препарата чаще всего было подтверждено вот это вот протеинурия. Если говорить про гистологические исследования, которые были все же выполнены, было подразделение на тромботическую микроангиопатию, то, что было выявлено, коллабирующую нефропатию. Это один из вариантов фокально-сегментарного гломирового склероза и какие-то отдельные сообщения о кривоглобулинемическом и иммунокомплексном гломировом нефрите. Попытаюсь чуть-чуть объяснить, что это такое. Тромботическая микроангиопатия – это снижение уровня тромбоцитов на 25% от исходного, именно в почках при биопсии. Появление признаков внутрисосудистого гемолиза, то есть это повышение локтадогидрогеназа, снижение гепатоглобина крови, появление прогрессирования анемии у пациента, дальнейшее усугубление тромбоцитопени и снижение С3-фактора комплимента. При этих состояниях лечение, которое требуется, это плазмообмен, это в идеальном состоянии, то есть в идеальном мире делается плазмообмен, но зачастую либо трансфузия плазмы. К сожалению, в большинстве случаев лечение данной патологии тромбоцитической микроангиопатии производится неверно, потому что пациентам переливают ретроцитарную массу. И это кардинально неправильно. Почему? Потому что тромбоцитическая ангиомиопатия говорит о том, что имеются тромбы, а добавляя ретроцитарную массу, мы подбрасываем, как говорится, масло в огонь и ухудшаем состояние и работу почек. А колобирующая анифропатия – это один из вариантов фокально-сегментарного гломеролосклероза. Вот такая больше гистологическая картина. Это для гистологов более интересные моменты, потому что при этом идет поражение патоцитов и нарушается их связь с гломероларной базальной мембраной, и происходит отслойка. Вот здесь такая очень интересная картинка. Мы видим эту отслойку. Для гистологов в основном это гистологическая такая ситуация и довольно-таки редкая. Факторы, которые связаны с возникновением тяжести протеинурии, на данный момент абсолютно нам неизвестны. И последствия бессимптомной протеинурии от геобитра VGF неизвестны и вполне возможно в большинстве случаев они не несут никаких клинических последствий. Но, однако, протеинурия всегда будет связана с неблагоприятным сердечно-сосудистыми исходами, кардиоринальный континиум, и прогрессируем терминальной стадии почечной недостаточности у пациентов с хронической болезнью почек. Поэтому протеинурия дифференцируется как орган-мишень для человека с заболеванием почек в целом. В Соединенных Штатах при назначении, вот если мы говорим про препарат Бевзотезумаб, рекомендуется прерывистый мониторинг развития протеинурии, но при этом они также не дают никаких конкретных рекомендаций, за исключением временного прекращения приема препарата при экскреции белка более 2 грамм в сутки и постоянное прекращение приема при нефротическом синдроме. Однако, вот это осложнение, оно встречается редко, и во многих учреждениях обычно не проводится забор мочи перед каждой дозой применения Бевзотезумаба. Исходные и периодические анализы мочи, вот, конечно, в идеальное надо исследовать и забирать у пациентов во время лечения препаратами позапониб, ливонтениб, ксетениб, с прерыванием или прекращением лечения у пациентов, у которых развивается умеренно либо тяжелая протеинурия, вот по данным исследований определяется как более либо равно 3 грамма в сутки для препарата позапониб и более либо равно 2 грамма в сутки для ливонтениба. Что касаемо рекомендации по окситенибус, рафинибус, унитенибу и так далее, никаких рекомендаций на данный момент нет, то есть исследование количества белка в сутки и коррекции доз никаких нигде данных не приводится. Реже же при использовании, при применении противоопухолевых препаратов, реже сообщалось о нефритическом синдроме, который можно подразделить на острый-подострый хронический. И нефритический синдром отличается от нефритического тем, что также не будет отеков, низкого альбумина общего белка крови. Но при этом у пациентов отмечается высокая гипертензия, то есть повышение артериального давления до 150 на 130 мм рт. ст. Хорошая при этом переносимость у пациента данное повышение цифр артериального давления не чувствует. В общем анализе мочи мы видим активный осадок. Это ретроциты, они могут быть измененными, неизмененными, цилиндры, лейкоциты. И при этом количество белка не более 3,5 г в сутки. О боссом повреждения почек и несахарной диабетики сообщалось в клинических испытаниях по препарату Вандитониб при медулярном раке щитовидной железы и легких. Хотя причина следственной связи доказанной не была. И также сообщалось о повышении уровня креатинина во время терапии оксинетинибом, сунетинибом и сарафинибом. Хотя формирование хронической болезни почки также встречалось редко. Здесь я представляю классификацию хронической болезни почки. И раз уж мы про нее сказали, что в данной ситуации мы имеем 5 стадий. И данная стадия зависит от уровня скорости клубочковой фильтрации. То есть это расчет креатинина крови в зависимости от роста веса пациента. Если говорить про препарат Ливонетиниб, он является пероральным активным гибитором нескольких тератин киназ. И при применении данного препарата на данный момент ни одно исследование не сообщает о какой-либо почечной токсичности. В рекомендациях Штатах при назначении Ливонетиниба не рекомендуется корректировать начальную дозу этого препарата, то есть начальную дозу 24 мг в день у пациентов с легкой и умеренной хронической болезнью почек. У пациентов с тяжелой почкой недостаточно, то есть при клиренте креатинина менее 30 мл в минуту, то есть это четвертая и ниже стадии, рекомендуется снизить начальную дозу до 14 мг в сутки. И точно такие же рекомендации дает онкологическая служба Антарио, при этом при терминальной почечной недостаточности исследования не проводились и никаких рекомендаций по коррекции доз данных пациентов не приводится. Серафениб и сунетиниб были связаны с острыми хроническими интерстициальными нефритами в отчетах в случаях этих заболеваний. Известно, что серафениб вызывает гипофосфат и гипокальциемию. Этот эффект был приписан малиабсорбцией витамина D и вторичному гиперпаратирозу, хотя точный механизм тоже не ясен. И таким образом у пациентов, принимающих серафениб, следует регулярно контролировать уровень витамина D, фосфата и кальция. Опять же, это все в рекомендациях, но не более того. Информация о назначении препарата серафениба в Соединенных Штатах не предполагает коррекции дозы у пациентов с легкомеренной тяжелой почвенной достаточностью, не находящихся на диализе. Однако исследование первой фазы показало, что начальная доза серафениба должна быть снижена до 200 мг дважды в сутки для пациентов с клиросом креатинина от 20 до 30 мл в минуту и до 200 раз в день для тех, кто находится на гемодиализе. Следовательно, мы видим, что в рекомендациях Соединенных Штатов и даже на пациентах, находящихся на диализе, разрешен прием данных препаратов. Ну и следует вот такой вот небольшой вывод относительно начальной дозы. Начальная доза не могла быть сделана у пациентов с клиросом креатинина менее 20 мл в минуту, которые не получали гемодиализ. И рекомендация других авторов, в том числе и онкологическая служба Антарио, предполагает снизить дозу наполовину от 20 до 40, ну при клиросе креатинина от 20 до 40, избегать приема препаратов с ухудшением функции почки. Фармакокинетика и безопасность сунитима были оценены на небольшого количества пациентов в представленном исследовании. Среди 24 пациентов однократная доза 50 мг сунитима была хорошо переносима у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью при клиренсе креатинина менее 30 мл в минуту. Если сделать два небольших вывода по коррекциям дозам, то таргетные препараты могут вызывать почечную нетоксичность в ряде механизмов. Некоторые из этих факторов могут потенциировать почечную дисфункцию способности нефротоксичности. Здесь я пунктами указал сопутствующее применение нефротических препаратов, которые стоит избегать. Это применение аминогликозитов, различных контрастных веществ при рентгенологических исследованиях, пришествующих снижения скоростки клубочковой фильтрации на фоне ряда других заболеваний, например, гипертензия, диабет, гламиролы нефрита и так далее. И онкологическая интоксикация, связанная с прогрессированием онкологического процесса. Для тех препаратов, у которых почечная экстрекция является важным фактором элиминации интактного препарата или активного метаболита, нарушение функции почек может изменить экстрекцию, увеличить системную токсичность. Для этого требуется коррекция ДОС. Коррекция ДОС должна быть обусловлена двумя факторами. Это изменение скорости клубочковой фильтрации и общий клинический признак токсичности препарата, например, нейтропения и тромбоцитопения. Но здесь я взял данные из американских источников по препарату Серафениб, по снижению клиниса креатинина и рекомендуемую дозировку, и Ливентениб. Это все есть в открытых источниках, которые можно найти и корректировать этим самым дозой. Что касаемо профилактики почечной недостаточности, то здесь есть определенные факторы. Первое – это нормализация веса пациентов. То есть надо понять, что пациент с большой массой тела при отсутствии сахарного диабета и других болезней может развиваться фокально-сегментарно гломирование склероза. То есть это обязательный фактор – это нормализация веса. Это адекватная гидротация. То есть пациент при применении данных препаратов должен учитывать свой диурез, это количество выпитого и выделено. То есть в сутки мы таким пациентам должны рекомендовать употреблять не менее 2 литров чистой питьевой воды. Также необходим учет внепочечных потерь. То есть это потеря жидкости при рвоте, диареи, повышении температуры, повышенной потливости. И если пациенты отмечают данные симптомы, то мы должны это закладывать еще приблизительно 300-500 мл к выпитому. Коррекция артериального давления. То есть, ну, как уже говорил предыдущий докладчик, мы должны смотреть, чтобы артериальное давление не превышало 140 на 90, но также не снижалось ниже 90 на 60 мм фруктного столба. И снижение отказа от курения от алкоголя. То есть здесь я двумя картинками представил индекс курящего человека по количеству украинских сигарет в день и число в месяц в году. То есть этот индекс не должен превышать 120. Это можно легко там прочитать. И социально допустимая норма употребления алкоголя. Вот, да, то есть я здесь нашел, что рекомендовал выпить 240 грамм пива. Да, ну, мне интересно, кто это может так вот, вот столько, ровно столько. Да, но это дринг. Это дринг, рекомендованный, да, допустимый объем того количества алкоголя, который пациенты могут употребить. Большое спасибо за внимание.